В этом видео я бы хотел рассказать о самом лучшем подарке для мальчика, юноши и даже мужчины, который может только быть. И, естественно, это велосипед. Мой самый счастливый день в детстве был перед Новым годом, когда папа поставил елку так, чтобы перекрыть вход в одну из комнат. И мы сразу с братом заподозрили, что здесь что-то неладное. И, в общем, тайком приоткрыли дверь, прокрались под елкой и увидели, что в комнате, которую загородил папа, чтобы мы туда, естественно, не проблялись, стояло два велосипеда Кама. Еще в такой бумажке упаковочной они были. Это был самый счастливый Новый год и самый лучший подарок. Если у вас есть те, кому можно подарить велосипед, какой-нибудь Печкин, либо вы планируете сделать это, сделать подарок себе, то это видео как раз будет для вас. И я думаю, что все знают поговорку «Готовь сани летом, а велик зимой» сейчас самые хорошие цены. Можно сэкономить около 20%. Те, кто будет думать о велосипеде уже весной, переплатят. Я не хочу ограничивать тех, кто будет покупать велосипед весной, потому что в этот период как раз в магазины поступят новые коллекции. И, естественно, из новых коллекций можно будет что-нибудь подобрать интересное. А те, кто хотят сэкономить, вот время как раз пришло. Есть у Канта подарочные наборы. Там есть все. Сейчас период скидок предновогодних. Набирайте kant.ru slash gifts и будет вам счастье. Не только в плане велосипеда. Вдруг вы хотите какой-нибудь подарок поскромнее. Там тоже будут варианты. Почему все это говорю? Потому что у меня есть личный промокод, который озвучивать я не могу, но вы можете узнать в личной переписке. И сразу к делу. Будет небольшая лекционная часть, и потом приступим к практике. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это нужно выбирать велосипед с алюминиевой рамой. Есть более хорошие продвинутые карбоновые рамы, но стоят они, как правило, слишком дорого. Есть рамы металлические, из железа, и у них есть главный недостаток. Несмотря на все их достоинства, они ржавеют. И если условия хранения не очень хорошие, то, к сожалению, такая рама рано или поздно покроется ржавчиной. Нужно будет как-то с этим бороться. В общем, внешний вид будет портиться. Если покоцать алюминиевую раму, то ничего страшного не произойдет. Вы просто увидите приятную металлическую такую царапинку. Ну, велосипеды царапаются все, поэтому это абсолютно нормальная история. И размер колес. Универсальный, самый лучший и перспективный размер колес это 622 мм. 622 мм это размер обода. В нашей стране прижилась достаточно плотно другая размерная сетка. Эти же колеса, они могут называться 700C, 28 или 29 дюймов. Все это потому, что навешав на обод 622 мм резиду, колесо, естественно, увеличивается. Но, важный момент, который я хотел бы обратить внимание, если вы приобретете горный велосипед с толстой резиной, то у него будет возможность на этот же обод посадить резину тоненькую шоссейную. Ну, надо будет, естественно, заменить камеры. И тогда у вас будет универсальный велосипед, который будет пулять по шоссе. Естественно, не так, как шоссейник, потому что горный будет тяжелее. Но, тем не менее, эта универсальность варьирования резины, она дает определенные преимущества. К сожалению, если вы приобретете шоссейный велосипед, более широкую резину вы не сможете поставить, потому что будете ограничены рамой. И очень важная вещь для понимания всей картины мира велосипедного. Я велосипеды делю по трем направлениям. Велосипед для транспорта, для катания и для спорта. Соответственно, они вписываются в определенные характеристики. Велосипед для транспорта, он должен быть до 30 тысяч по очень простой причине, что если такой велосипед украдут вдруг, не дай бог, то не так будет жалко. Если он будет слишком дорогой, то будет прям неприятно. Транспортные велосипеды используются практически каждый день и приковываются в совершенно невообразимые разные места и парковки. Соответственно, подвергаются достаточно большому риску эксплуатации. Он не должен выглядеть дорого специально для того, чтобы привлекать воришек, поэтому он должен быть недорогим. Велосипед для катания. Это следующая категория, когда люди... Самый распространенный случай, когда люди катаются раз в неделю по хорошей, как правило, погоде и условия хранения велосипеда достойные. То есть он не стоит на улице, его не поливает дождь. Такой велосипед уже можно взять подороже. От 30 тысяч. И следующая категория – велосипед для спорта. Велосипед для спорта – это, как правило, уже второй велосипед, и человек практически все знает, и это видео ему будет бесполезно. Вот. Такие велосипеды, как правило, стоят от 100 тысяч, обладают определенными очень тонкими характеристиками, замечательными компонентами. И новичку такой велосипед просто не нужен. Во-первых, потому что он может быть некомфортным. И, во-вторых, он не почувствует разницы в обычном велосипеде для прогулочного катания и спортивном, потому что он не спортсмен, и ему надо обладать некоторым опытом. Ну что же. Теоретическая часть закончена. Приступаем к практике. Переходим на сайт Канта. У меня как раз открыта страничка с идеями для подарков. Тут можно посмотреть. Есть наборы для горнолыжников, туристов, сноубордистов, для летних видов спорта. Как раз то, что нас интересует. Для маленьких, кроссовки, ну и все такое. Если вы не знаете, что приобрести, вот даже есть сертификатики поменьше. Ну и тут сразу пошли наборы. Давайте перейдем к всем разделам. Здесь выберем велосипеды. Вот у нас сразу есть выборка. Для того, чтобы не смотреть сразу все. Я вот тут люблю делать цена по возрастанию. И сразу тут выпадывают у нас аксессуары. Давайте еще раз нажмем велосипедов, чтобы аксессуаров у нас не было. И снова сделаем цена по возрастанию. Тут у нас велосипеды для маленьких. Чтобы ограничить и их, мы выбираем размерность колеса. Уже про то, что я как раз говорил. 700C, 29, 28. Вот три размера, которые нас интересуют. 27,5 промежуточный размер колеса, который не подарит того комфорта. Я очень долгое время ездил на 26-х колесах. Очень популярный размер 20 лет назад. Сейчас уже не популярный. Он уже в детской категории сейчас. Нажимаем применить. И здесь видим сразу кучу велосипедов. Давайте, наверное, начнем. Давайте начнем сначала. Разберем с самого дешевого. Почему дешевый велосипед не должен быть вашим выбором. Он может быть вашим выбором, если вы будете приобретать велосипед для транспорта. Здесь я сразу оговорюсь. Такой велосипед сгодится. И будет не жалко его оставлять на парковке у какого-нибудь торгового центра. Итак, давайте посмотрим поближе. Первое, что мне не нравится, это то, что ось заднего колеса на гайке. В случае, если будет прокол, нужно будет искать ключи для того, чтобы это колесо снять. Переключатель у нас задний достаточно дешевый. Не знаю, ничего не могу сказать насчет его работы, потому что не пользовался, врать не буду. Но могу предположить, что работает он не так хорошо, как более продвинутые дорогие модели. И вот еще один элемент. Это элемент подсидельной трубы. И седло крепится с помощью гаек. Вот видите, такие кругленькие. Также крепилось, примерно так же крепилось седло на велосипеде Кама, на котором я долго катался. Отправить сообщение меня тут просят. Не надо. Но такое крепление уже устаревший вариант. И оно не очень надежное. Если сильно плюхнуться об седло, оно так задерется. Есть уже более продвинутые технологии. Эта технология дешевая, устаревшая. Теперь смотрим на название. Что можно вытянуть из названия? Это велосипед Altaïr. Отечественный бренд из Перми. Подразделение Forward. Al означает алюминиевая рама. 29 это то, что у него 29 колеса. Как раз то, что нам надо. D то, что велосипед на дисках. В данном случае это у нас дисковая механика. И 2021. Я думаю, понятно, что это такое. Черный, оранжевый. Тоже все понятно. В общем, если вы приобретаете велосипед для транспортных нужд, для себя достаточно адекватный, хороший вариант. Но если вы думаете о катании, то лучше выбрать что-нибудь дороже. Это все те же самые модельки, только другого цвета. Вот смотрим, пошли Forward Apache 2.0. Давайте посмотрим вот этот черненький. Черные велосипеды. Черные велосипеды безошибочный выбор для мальчиков. Вот, потому что кто-то может сказать красный, там женский, желтый, там то, все, не то. В общем, черный велосипед ценился всегда. И вот здесь, посмотрите, какая шикарная рама. На матовой раме глянцевые буквы выглядят стильно, дорого, богато. В общем, давайте посмотрим. Вот уже под седлом нормальный узел, без вот этих вот барашков. Там один болт, все как положено. Здесь уже нет гайки на заднем колесе, эксцентрик. Колесо будет сниматься достаточно быстро. И переключатель турней, это начальная модель Shimano, уже внушает доверие. Смотрим дальше. Здесь тоже у нас турней. Вилка, конечно, будет простенькая и эластомерная за такую цену. Но я уверен, что для прогулочного катания этого достаточно. Я сам катаюсь на эластомерке. Давайте посмотрим на руль. И вот здесь вот важная такая деталь, что есть переключатели. Вот как раз я забыл показать на предыдущей модели. Совмещенная ручка с тормозом и переключатель вверх будет наверху ручки. Это очень неудобно. Здесь монетка, так называется, штучка, которая переключает. Она находится под ручкой и переключать скорости будет намного удобней. И еще один велосипед, который я хотел показать, это то, что выбрал бы я, если бы я был девушкой. Это женская модель с заниженной рамой. Но если вас не смущает такой вот бронзовый цвет, женский велосипед, он назван потому, что заниженная рама. Очень многие в Дании мужчин ездят на заниженной раме. Это очень удобно переносить ногу. И он просто условно считается женским. Если этот вопрос не парит, то берите такие велики. Это ничем не грозит, потому что здесь осталась ростовка 50 сантиметров. 50 сантиметров это в дюймах обычно измеряют. Это 20 дюймов. Дюйм у нас 2,5 сантиметра. И это уже такая достаточно мужская ростовка. Вот почему эти велосипеды до сих пор остались в стоке. Поэтому подойдет девушке от 180 сантиметров или очень прозорливому юноше. И что здесь в этом велосипеде прекрасного? Я понимаю, что я использую велосипед как велосипед для езды на работу с работы. На работе у меня достаточно хорошие условия хранения. И соответственно, ну в принципе цена до 30. Я могу его оставить и собственно везде. В отличие от предыдущего велосипеда, здесь у нас жесткая вилка. Жесткая вилка это означает то, что велосипед будет, не то что он будет менее комфортным. Он будет более комфортен в плане веса. Это более легкая вилка. Соответственно, велосипед будет по умолчанию более быстрым. Естественно, на плохих дорогах он будет, точнее ваши руки будут чувствовать себя достаточно некомфортно. Но тем не менее, у этого велосипеда есть вот такая штучка, которая закрывает цепь. Как велосипедист я знаю, что если я не надену вот такую вот резиночку, то могу свою штанину превратить в лохмотье. Либо надевать каждый раз эту резиночку, либо не париться, сразу прыгать на велосипед, если есть такая защита. И вот здесь тоже интересная деталь. На заднем колесе вот такая вот бульбочка. Это означает то, что каретка планетарная и все скорости спрятаны внутри. Цепь, соответственно, которая будет крутиться, она будет крутиться по одной звездочке. И обычно такие велосипеды ставят более толстую цепь. Соответственно, реже придется ее обслуживать. Я думаю, что на три года можно смело забывать. А для транспортных велосипедов период обслуживания цепи, точнее ее замены, у меня это один год. Она за один год уже вытягивается и цепь необходимо менять. На таком велосипеде я о цепи не буду думать год точно. Еще что здесь классно, это то, что здесь полноразмерные крылья. Очень полезная вещь, когда приехали куда-нибудь, пошел дождь и надо возвращаться, не бросать же велосипед. Соответственно, поверхность будет влажная. И тут помогут крылья. Единственное, что мне не очень устраивает, это V-брейки. Вот тормоза, которые ободные. Это приемлемый вариант для города. Достаточно широко распространен. Но он делает не очень комфортным велосипед в плане обслуживания. Когда нужно снимать колесо, нужно будет расщелкивать эти усики. И обод после V-брейков, он грязный, мараются руки. А если дисковые тормоза, то, соответственно, обслуживание легче и руки чище. Вот, наверное, на этом мы с вами остановимся. Я рассказал о трех велосипедах, на которые вы можете обратить внимание. А, да, самое важное. Напоминаю, что если вы пропустили все скидки новогодние, посленовогодние, не знаю, весенние, осенние, пишите мне в личку. Я вам помогу с промокодом, который сделает вашу покупку более приятной. Надеюсь, в это видео было полезным. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok